Это было, наверняка, придумано во времена тоталитарного строя. Вот сейчас в Штатах очень популярная штука отставания в развитии. Это же не болезнь, это просто ряд детей на колес. Совершенно верно. Мало того, не только дети, родители становятся зависимы от психиатра или психолога, который, хочу, ставлю такой диагноз, не хочу, ставлю такой. Никаких реальных физических процессов нет. Я не помню, как называется, сейчас у нас тоже становится все популярнее, гиперактивность. Да, да. Соответственно, надо срочно к невропатологу, надо срочно сажать на колеса ребенка. Ребенок должен быть спокойным. Понимаешь, Олег, у меня ребенок, переходя из одной школы в другую, меня вызывала и директриса, и психолог, и учительница. Они меня убеждали, что мне надо ребенка срочно лечить. И я их всех послал нахуй открытым текстом. Они пришли к выводу, что ребенка лечить бесполезно, потому что папа такой же ебнутый. И это, конечно, отразилось на его успеваемости. Он перевелся еще в одну школу. Не потому, что я так его хотел. Просто так сложились обстоятельства. Вот там на него тоже какое-то время жаловались. Но это был обычный, пебуртатный период. Половозрелая, ну, период созревания, гормоны, шалят и все. Мало того, он, ну, я его воспитывал так, чтобы он не подчинялся мнению большинства. Это не хорошо, не плохо. Ну, старался не попадать под влияние толпы. Прошло еще какое-то время. И он же, его призвали в армию. И призвали в спецназ. То есть, что это говорит? Это говорит о том, что психическая устойчивость у него достаточна для того, чтобы ему дать оружие. Это, причем, ментовский спецназ. Не просто там армейский, а ментовский. То есть, это говорит о том, что, да, его психологи третировали. Он подал даже в истерику, там, приходил перепуганный, жаловался, что вот, меня направляют в пятнашку. Я говорю, Саня, не парься. Ты как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, и все. Ну, то есть, это специальные психологические обработки воздействия на человека с целью выявить его слабые места. И все. Насколько вам стрессовоустойчив? Конечно. И, по большому счету, большинство участников школы гипноза и шаманских трипов, мое мнение, мне кажется, что я даже могу подобрать видеоряд, усиливают свою стрессоустойчивость. Причем, ну, то есть, это не просто там чуть-чуть, а на порядок усиливают. Поэтому, мне кажется, что как раз такие вещи, если человек в норме и был до того, то он станет в сверх норме после того. То есть, ему, разве что, да, бить его ногами, сапогами, там, вводить в какое-то воискушение и доводить, довести до, ну, грубо говоря, до легкого умопомешательства, довести человека не так уж трудно. Ну, то да. Обычные оптические иллюзии, пожалуйста, легко. Трансовая музыка, легко. Воздействие большой группы людей. Ну, вот тут вот, из того вопроса, который я задавал, из того, что ты сейчас рассказал, я внутри себя, ну, исходя из своего опыта, чувствую, что, ну, скажем так, корректное или экологичное использование тех или иных трансовых техник, они могут скорее улучшить состояние человека, да, вот то, что ты проговорил, как поднять его стрессоустойчивость, да, за счет того, что, ну, вот то, что я знаю на своем опыте, и вот то, что я считал, скажем, да, из твоего описания, там, да, как рост твой сын. То есть, если бы на тот момент он, там, он или ты вместе с ним подались на мнение большинства, да, и начали бы из него создавать некий, ну, некую социальную шестеренку, да, то есть, таким быть нельзя, таким быть можно, таким быть не надо, таким быть надо, да, и вот тот юношеский протест, да, какой-то, те гормоны, которые играли, да, то есть, вот заявление о себе, да, заявление своего мнения, если бы это было, ну, условно, скажем, задавлено и фактически вытеснено на подсознание, то оно бы там начало подрывать человека изнутри. То есть, возникла бы та ситуация, в которой то, что ты озвучил, там, латентный, там, социопат, да, или латентный, там, садист, или что-нибудь еще, да, то есть, внешний человек, ему задана рамка, он должен быть таким, 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 а внутри он не реализовался в юношестве, да, там, как, не проявил какую-то агрессию или не отстоял свое мнение. И со временем это гораздо больше может...